всем привет друзья сегодня 29 апреля я высаживаю позднюю капусту на рассаду вот нашла такую кассету старенькую она уже тут рассыпается часть отломанной поломанной вернее мы уже обрезали еще в прошлом году сели здесь огурцы в общем капуста называется сорт амагер 611 позднеспелая семена от фазенды производитель не знаю какие они будут просто это единственный которые у меня есть сейчас здесь нет возможности купить какие-то голландские семена или в общем европейского производства поэтому буду садить то что есть эти семена я купила в авроре еще когда она работала еще до войны просто случайно взяла думаю амагер это вроде бы неплохая капуста попробую но что здесь внутри положено посмотрим уже когда она вырастет не снимала несколько дней видео потому что мы ходили на фильтрацию нужно проходить фильтрации это там где снимают отпечатки пальцев фотографируют со всех сторон как заключенных и плюс еще там по анкете опрос проводят у всех по-разному так как мы местные но у меня прописка не городская то такого ничего не спрашивали может городских там немножко по-другому опрашивали плюс по имуществу что там разрушена что на какую сумму там по моему оцениваете потери в общем такое имущественный опрос еще был у меня такого не было поэтому что там точно спрашивали я не интересовалась просто что края муха слышала то вам говорю изначально я не хотела проходить эту фильтрацию поэтому даже не записывалась можно было намного раньше пройти кто первый записался прошел раньше и так как это районный центр со всех сел сюда едут люди из города едут в городе вроде бы тоже проводят эту фильтрацию но там в одном месте только в метро вроде бы такое слышала можете ошибаюсь кто знает пожалуйста исправьте то что город еще мы не ездили после 23 числа так как без фильтрации не пускают и вот не собиралась проходить эту фильтрацию фотографироваться со всех сторон отпечатки пальцев и все остальное потому что ощущаешь себя зэком блин но в итоге пришлось записываться и в два раза записывались один раз на автобусы второй раз на живую очередь под ровы да и пять дней подряд я ходила по три раза на день еще стояла там отмечалась смотрела как проходит очередь чтобы не пропустить потому что есть такие которые люди там и ночевали а есть такие наглые которые приходили орали на все горло что они тут каждый день ездят они записаны по несуществуемой очереди скажем так короче даже не знают какие номера идут в общем наглые пытались лезть без очереди плюс мамочки с детьми тоже в наглую все лезли наши мамочки с детьми уже отметились европе прославили украину не с лучшей стороны судя по тем видео которые я смотрела ну в общем прошли фильтрацию теперь можно будет поехать город но как так как сейчас выходные вот и поминальный день воскресенье нужно убрать на кладбище и после поминального дня наверно поедем город и тогда поснимаю что-то выложу что там сейчас происходит люди возвращаются не все возвращаются конечно но у кого жилье целое те стараются вернуться пока жилье не разграбили не размародер или ладно сейчас буду высевать семена и дальше по ходу вам рассказывать это немножко рассказала за фильтрацию сейчас переходим мы капусте все таки вот я разложила по ячейкам кассет семена где-то один где-то два теперь просто присыпаю землю потом полью она немножко сядет и будем ждать всходов все полила теперь пускай стекает водичка буду заносить их сарае потому что погода у нас сегодня почему-то пасмурная но как раз хорошо полоть и что-то садить так как из-за того что мы простояли в очереди огород мы так и не досадили в общем много работы накопила сейчас покажу как прорастают арбузики вот это дыньки тут 8 штук я садила видите уже пять штук проросло и постепенно начинают прорастать арбузы это посеяла наверно горький перец посеяла уже не подписала что если что-то вырастет потом увидим вот так сходят арбузики с этой стороны на кассете не написано какие сорта уже потом расскажу вот так уже начинает цвести крыжовник летают разные опылители много цвета выпало правда один куст выпал вот здесь вот досадили по обрезали на этом было много сухих веток почему-то они постепенно выпадают кусты с этого ряда постоянно подсаживаем заменяем новыми вот на винограде уже начинают просыпаться почки тоже нужно открывать подвязывать потому что некоторые ветки например оттуда положены сюда потом будет неправильно расти ветка будет торчать не в том направлении надо все ближайшее время подвязать вот хочу еще показать смородина цветут кустики а луча которую в прошлом году весной садили должна быть то часан я не видела что на ней есть такие почки цветочные ну вот она зацвела не знаю завяжется что-то или нет смотрю сад мы не обработали уже гусеница пошла блин все в кучу ничего не успеваем делать как обычно с этими очередями везде вот уже цветут вишни сливы черешни красота вокруг все наполнено весенними ароматами вот смородинка здесь цветет какая-то клематисы мои как же их подвязать так чтобы они на забор плелись в общем надо будет как-то не прозевать подвязать золотистая смородина цветет щавель у меня уже вообще отрос дальше некуда очень хорошо мульчат влияет на рост буду все мульчировать он петрушку кучеряву замульчировала здесь начал тоже сходить щавель надо полоть уже вот это сверху полила подряд все то что земля очень сухая там где не поливается невозможно полоть щавель надо закрывать уже перерастает за этих очередей ничего не успеваешь здесь тоже зеленуха у меня какая-то сходит это крест салат это мизуна тут ничего не сходит какие-то салатики мне вот сходят не помню не пойму прошлогоднего посева или населись хотя вроде не какие-то были да какой-то салатик у меня уходил в семена и видимо что-то насеялось вот там вот тоже рукола зашла батон уже такой большой надо открывать парник рвать траву сейчас покажу редисочку мою тоже полоть уже нужно вот смотрите же кари диска зашла улетает все ее мою вот так вот может лучше видно зашла нормально надо полоть поливать земля сухая не знаю может дождь польет я думала к вечеру пропалю и и открою оно похолодало что-то небо затянуло вот так тучами не знаю что успею за сегодня делать но надо что-то делать а еще тут картошка зашла вот это картошка первую которую мы садили начинает сходить здесь я немножко от кроликов выносила тоже сена навоз хочу еще позасыпать но надо выпалоть вот эту мелкую траву я так думаю потому что сильно толстым слоем я не смогу засыпать если даже сплошняком я засыплю потом не прополешь трава будет лезть сквозь салону в общем не знаю работы много это она темная вылазит наверное я думала подмерзла молодые листики такие темные кстати вот эти четыре ряда два вот эти садила я и подсыпала удобрение смешивала перегной супер фосфат чуть-чуть и пепел посмотрим как будут эти два ряда выделяться среди этих четырех первых здесь дальше тоже уже начинает вылазить но немножко меньше вот видите этот картошечка жука пока не видно но скоро думаю появится это утром начала полоть морковку прошла 2 междурядки вот пока сейчас она только вылезла вылезла по-разному хочу сказать сразу вот здесь вначале как-то нету потом есть потом нету может еще что-то вылезет если я не спалю что-то вылезла еще семена в принципе остались я думаю может быть немножко позже посеять поздний лук тоже надо полоть здесь тоже редиска растет посеянная дня на три раньше моей которая под огротканье тоже и вот надо пропалывать она такая же даже может немножко больше все надо полоть мята уже шоколадная смотрите какая поляна здесь была марокканская пропала я посадила такой белый зеленый мне один кустик прислали вот она вылазит слава богу я думала пропала смотрю нету нету уже подкормила селитрой вылазит был всего лишь один корешочек ну вроде бы он принялся я замульчирую полью будет разрастаться за лето она в принципе разрастется хорошо ежевика ежевику тоже все мы не подвязали шкури вот эти очереди куда не пойдешь везде очереди магазины очереди фильтрация очереди уже все надоело сейчас столько работы город надо еще поехать так это вылазит малина как же она мяу-мяу в общем такая вот еще больше поляна это яблочная мята вот это надо тоже выкопать на рынок наверно вынести хватать немножко убрать ее отсюда то что она уже скоро сотрите лезет на огород вот тоже она скоро будет аж на средине огорода ежевика тут как раз уже ой распускаются листочки перецепилась через палочку и видно какие ветки можно по убирать не нужны потому что их тут сильно много клематисы мои здесь вот поднялись это красный должен быть махровый в этом году вроде бы кустик более-менее такой мощный стал посмотрим если будет свести покажу как цветет вот смотрите вишенки там насколько два года назад их сюда пересадили уже такие толстенькие пушистенькие их подрезала немножко три вишни и слива ой даже два цветочка вот почти распустились цветочки смотрю гусеница крутит деревья надо брызгать наверное завтра если не будет дождя это соседский огород тоже вишенки цветут алыча отцвела вот вот это алыча априкоса цвела здесь у нас огурцы два года росли и в этом году тоже будут расти вот лучок видно сорокозубка то надо все выпалоть разложить капельную ленту и тоже уже пора высевать огурцы обычно в первых числах мая сеяли вот с этой стороны покажу сливы вишни и вот здесь нужно допалывать морковку переходить на лук лук уже тоже зарастает в общем в общем такие дела всем спасибо за просмотр и больше не буду показывать огород потому что думаю это не всем интересно смотреть а себе на память я просто хочу снять потому что этот период весеннего цветения он быстро пролетает потом посмотрю буду вспоминать как это было еще лето быстро пролетает сейчас еще только все распускается здесь тоже виноградник малина всем спасибо за просмотр и всем пока подписывайтесь кто не подписан до встречи в следующем видео